В сочинских школах заработали лагеря дневного пребывания. Малыши и ученики среднего звена могут посещать свои школы без привычной учебы, но с богатой культурной и спортивной программой. А более двух тысяч старшеклассников трудоустроились в своей же школе за небольшую зарплату в качестве помощников по благоустройству и озеленению. Нравится ли детям такой досуг в каникулы, узнала наша съемочная группа. Вот этот флажок что нам показывает? Откуда идет ветер? Занятия на свежем воздухе мало напоминают уроки географии. Ребята из восьмой гимназии учатся определять направление ветра и температуру воздуха, ориентироваться по компасу и все это в игровой форме, а главное без оценок и домашних заданий. Вожатые у школьных отрядов тоже дети, только постарше нравятся и тем и другим. Мне нравится эта атмосфера, мне нравится то, что здесь хорошие люди, здесь интересно, здесь увлекательно. Здесь мы, кстати, недавно в квестах участвовали, мы играем с вожатыми, нам, кстати, они очень нравятся. Здесь весело с друзьями, здесь, в общем, весело проводить время. Это лучше, чем сидеть дома. Это очень мило. У меня самой брат и сестра, и с ними очень весело проводить время. Мы рисуем, мы иногда танцуем, включаем музыку. Детям очень нравится включать музыку. В гимназии лагерь посещают 225 детей. Еще одно из любимых занятий в лагере – робототехника. Девчонки наравне с мальчишками разбираются в сложных схемах и деталях и с помощью компьютера заставляют роботов двигаться. Такие наборы мало у кого есть дома, поэтому в школе у ребят есть уникальная возможность попробовать себя в роли инженера. У нас там есть детальки. Мы берем, соединяем их по инструкции на компьютерах, потом просоединяем, подключаем к компьютеру, и там делаются разные функции. Отдельное внимание в лагерях уделяется спорту. Соревнования между отрядами по разным видам проводятся едва ли не каждый день. А вожатые придумывают различные квесты, где для выполнения заданий нужно хорошо подвигаться. Самое важное время в году для детей – это лето. И что мы хотели сделать у себя, это сделать так, чтобы наши малышни, несмотря на то, что они находятся в школе, но было очень интересно, и они не ощущали себя за партами, они не ощущали себя в классных комнатах. А это для них было приключение, веселое, замечательное, когда каждую минуту у них есть новые дела, новые развлечения или полезные вещи. То, ради чего родители отдаются детей в пришкольные лагеря, расписанный по минутам режим и насыщенная программа. Это хорошая альтернатива домашнему времяпрепровождению с гаджетами. К тому же, в отличие от многих загородных лагерей, пришкольные – бесплатные. Это лагеря труда и отдыха, и дневные лагеря профильные. Они работают практически в каждой школе. Режим дня совершенно понятен. В 8.30 дети приходят, затем зарядка, затем завтрак. Калорийные, полезные. В обязательном порядке – это экскурсионная культурная программа. Если это лагеря труда и отдыха, это помощь школе по территории, по зданию, по озеленению школы. Затем обед. И дети могут быть свободны в 14.30. Напомним, в рамках летней кампании управление образования совместно с коллегами из сферы культуры в этом году запустили проект «Культурные каникулы», в рамках которого дети из лагерей смогут бесплатно посетить сочинские музеи и выставки. Елизавета Червяк, Елена Емельянова, Андрей Ипатов, Дмитрий Петри. Время новостей.